Сегодня стало известно, что Украина получит истребители F-16 вместе с американскими дальнобойными крылатыми ракетами AGM-158, которые по сути являются аналогом Storm Shadow, но более продвинутыми и дальнобойными. Дело в том, что наши подвесы на Су-24М, используемые для европейских ракет типа Storm Shadow, не подходят для американских ракет AGM-158. И чтобы не менять подвесы, их пуски как раз и будут осуществляться с F-16, который мы получим в количестве 24 самолета. Рассмотрим основные отличия американских ракет AGM-158 JASM. Первое — это дальность, и когда Storm Shadow ограничены дальностью 560 километров, AGM-158 бывают с дальностью от 370 до 900 километров. Для начала мы получим ракеты на 370 километров, а потом уже и более дальнобойные. Второе — это навигации, и тогда как Storm Shadow оснащены инерциальной системой навигации, и системой GPS для обеспечения точности наведения, AGM-158 включает систему инфракрасного и радиолокационного наведения для повышения точности при поражении целей. Третье — это наведения, у Storm Shadow это инфракрасное наведение, а у американских ракет может быть тоже инфракрасным, но и радиолокационным, или комбинированным. Обе ракеты обладают способностью проникновения в противовоздушную оборону противника, и поражение целей внутри защищенных территорий. В целом, обе ракеты представляют собой современные крылатые авиационные боеприпасы высокой точности. Увеличение наименования дальнобойных крылатых ракет поможет увеличить количество наносимых ударов по российским войскам. К тому же, запасы у США побольше, чем у Европы, и это значит, что прилетать по россиянам будет чуть ли не каждый день, как это произошло с Хаймарс. Так что ждем прихода как F-16, так и крылатых ракет. А после США, вполне вероятно, что и Германия все же одобрит передачу своих Таурусов, но время покажет. В общем, возможности Украины в нанесении болезненных ударов по российским боевикам увеличиваются, и это хорошо. Все оккупанты на территории Украины должны быть ликвидированы.